А сейчас давайте снова вернемся к теме Китая. Я бы пригласил сюда Вадим Сугак. Это Белорусско-Китайский исследовательский центр «Пояс и путь» Академии наук Республики Беларусь. Собственно, как Вадим сюда попал? Он просто написал нам и сказал, ребята, у нас есть такая тема. Тема социального кредита в Китае. Это та тема, которая нас очень волнует, потому что слишком соблазнительная технология и слишком соблазнительная технология даже не только техническая, сколько социальная, и в том числе в разной интерпретации. Мы это увидим не только в Китае, а в других странах. И вот статья, которую Вадим нам прислал, это, наверное, самое подробное, что я видел по этой технологии вообще, из того, что читал до этого. И мы, естественно, решили, что мы не можем скрывать это от вас и пригласили его с выступлением. Вадим? Спасибо. Рад видеть оставшихся здесь слушателей. Я понимаю, что все устали. Скоро обед будет. Я постараюсь сконцентрироваться на самом главном, несмотря на то, что, скажем, в этом докладе, может быть, этот доклад может распространиться и на час, и на два. Так, куда плюс-минус? А сейчас включится. Ага. Значит, доклад я озаглавил 1984 Оруэлла без 2020 Сидимпина. Почему так, мы дойдем до этого позже. Доклад основан на материалах двух статей. Одна из них пока еще не напечатана, но подана в публикацию. О чем мы сейчас поговорим? Понятно, что ажиотажа вокруг этой системы социального кредита достаточно много. То есть хотелось бы расставить точки над «и» и посмотреть, что вообще говорят о системе в Китае, на Западе, что говорят, в чем вообще суть работы этой системы, истоки ее появления, как идеологические, так и практические. Также какова сама структура системы общественного доверия. Я поясню, почему я беру слово «доверие», а не «кредит». И рассмотрим технический момент, если до этого дойдет. Это технологии идентификации граждан и кейсы, примеры технологии видеонаблюдения с кейсами, технологии искусственного интеллекта, которые используются в данной системе. И подробнее в конце перейдем к восприятию скорее гражданами Запада и гражданами Китая этой системы. Ну а начнем… Значит, вот в одной статье я нашел такое интересное высказывание. «Представьте себе мир, где есть высший разум, и видящее око, которое знает о тебе больше, чем ты сам. Оценивает каждый твой поступок, даже мелкие прегрешения не остаются незамеченными и записываются тебе в минус. А добрые дела улучшают твою карму». Ну, у каждого на это высказывание есть свое мнение. И если взять сразу же скрининг того, что происходит на Западе и в Китае по отношению к этой системе, то можно видеть… Ну, потом дойдем. То можно видеть разные отношения. Так вице-президент бывший, Майкл Пенс, сказал, что эта система похожа на цифровую диктатуру. «Полицейское государство, пугающая отвратительная система», высказался Джордж Сорос, «Цифровая диктатура и электронный концлагерь», высказался журнал Economist. Тем не менее в Китае люди при соцопросах, даже западных соцопросах, что удивляет западников, высказываются об этой системе вот таким вот образом. «Отлично, просто замечательно. Надеюсь, это будет реализовано по всей стране. Я поддерживаю это. Надеюсь, это положительно повлияет на общество». Все на совести каждого человека. Если он что-то сделал плохое, если он террорист, то это нормально, что он боится. Если ему нечего скрывать, ну чего ему бояться? И так далее. То есть встает вопрос, где же, собственно, правда? Что такое вообще рейтинг и скоринг в таком обыденном подходе? Это скоринг, проходные баллы по белорусскому, русскому языку. Это некоторый пример рейтинга. Пример рейтинга, ATP рейтинги. Пример рейтинга, ведение рейтинга. Молодец, 5 баллов. Со школы мы получаем некие такие рейтинги, которые у нас проходят через нашу всю жизнь. Вот рейтинг, например, самых богатых людей. Вот пример рейтинга. Беларусь вводит систему баллов за нарушение ПДД. Это было еще в 2018 году. Не знаю, как это выглядит. Тем не менее, очень коротко расскажу по принципу работы системы социального доверия. Она основана на big data, то есть собираются данные со всех источников, как можно больше источников, они все больше и больше подключаются. Данные источники будут, данные, базы данных будут анализироваться и принимаются решения о каждом гражданине, присваивая ему индивидуальный рейтинг. Оценка человека будет проходить по разным категориям. Вы видите здесь социальные связи, потребительское поведение, благосостояние, ну и следование правилам. Механизмы работы социального кредита мы потом детальнее дойдем до этого. Я просто боюсь, что может быть времени не хватит, поэтому я поставил некое краткое резюме в самом начале, это иногда допускается. Проверяется на соответствие их деятельности. Это для юридических лиц. Мы отдельно в кулуарах поговорим. Как работает система социального кредита? Скажем, все действия, которые можно задокументировать, ваши действия, например, оплата налогов, счетов, ЖКХ и так далее, соблюдение правил дорожного движения, даже почитание родителей, перевели бабушку через дорогу и это заметили. Все складируется в банк данных. И на основании этого принимается решение, в зависимости от того, поступили ли вы, скажем, согласно вашим KPI или не поступили. И, соответственно, баллы повышаются или понижаются. От этого зависит дальнейшая ваша частично судьба. То есть, например, допуск в отели определенных классов, поездки за границу, допуск на самолеты. То есть это не просто гипотетически, это уже работает, я скажу. То есть многие китайские граждане не получили, например, не могут купить билеты на самолеты, поскольку у них есть там банковские задолженности или там алименты они не платят и так далее. Значит, основной принцип. Высокий рейтинг получает, это зеленый свет во всех административных процедурах, серьезная поддержка преференции в образовании, трудоустройстве, открытии бизнеса, социальных гарантиях. Низкий рейтинг, некие административные препоны, ограничения в покупке недвижимости, авиабилетов, дети в школы, в престижные не могут поступить, билеты в высокоскоростные поезда, ну и так далее и тому подобное. Вы видите, этот перечень, он может быть в принципе бесконечным. Ситуация в КНР до Си Динпина. Нужно понять, почему возникла эта система, почему китайцы так стремятся ее ввести. Известный китайский политолог сказал, что общество, в котором этические границы постоянно размываются, происходит распад личности, нет даже элементарных сдержек, что добродетель, что бесчестие, когда вся нация руководствуется лишь интересами, ну тут имеется в виду корыстными интересами, такое общество деградирует до уровня борьбы за существование, до животного уровня. Общество, где честный человек лузер, где сплошь и рядом подделываются продукты питания и другие товары, где даже встречаются лжемонахи, собирающие пожертвования, где на всяких уровнях процветает коррупция, где финансовые махинации стали нормой жизни, такое общество нуждается в срочном упорядочении и восстановлении морали. Вот такая предтеча всего этого была. И поэтому еще в 2007 году, это сейчас мы просто на самом деле проснулись, но еще в 2007 году госсовет КНР выдвинул такое положение, вот вы там справа видите, вы конечно умеете читать на китайском, но тем не менее, некоторые замечания канцелярии госсовета о создании так называемой системы социального кредита. В ее основе, вот в этих замечаниях, была положена американская система, по-моему, ФИСО она называется, то есть это все идет у нас от бизнеса, то есть это система оценки кредитоспособности людей. Когда они приходят в банк, то по тем параметрам, которые банки собирают и обмениваются друг с другом, они могут принимать решение, выдавать вам кредиты или нет. То есть, соответственно, была принята на вооружение вот эта технология, от чего-то стоит отталкиваться. Китайцы очень хорошо заимствуют и дорабатывают чужие технологии, идеи, веяния, поэтому было взято на вооружение вот такой подход. Было дано задание двум известным ученым, в частности, один из них, это ключевая фигура в создании межконтинентальных баллистических ракет, участник космической программы, основоположник космической программы Китая, США и так далее. И, в общем, видные ученые, и они разработали в том числе далеко не везде известную такую систему сопровождения работы кадров государственного аппарата с элементами кибернетической обратной связи и самокорреляции. Ну, я думаю, что процентов 50 людей тяжело понимают эту формулировку. Тем не менее, возникшую в результате этих процессов систему общественного доверия или кредита, иногда ее так называют, некоторые эксперты относят к новому инновационному инструменту, призванному стать важным элементом системы, обеспечивающей функционирование цифрового правительства. Тут дальше идет следующее. В 2012 году пришел Си Цзиньпин, в 2013 году он выдвинул концепцию так называемой китайской мечты. Это подразумевает создание государства, процветающего и могущественного государства, мечта о национальном возрождении, ну и так далее и тому подобное. В концепцию китайской мечты в том числе входит для ее реализации необходимо единство китайского народа, основанное на доверии. И тут и возникает разночтение, поскольку кредит это основан больше на финансовых и банковских вещах. И в китайском слово синьон, это означает одновременно и кредит, и доверие. Поэтому в данном случае эксперты не совсем правильно пишут, что это система кредита, поскольку сейчас она больше перекочевала в систему доверия граждан. Итак, мы видим цитату товарища Сидин Пина. Для борьбы с острой проблемой недостатка доверия необходимо создать систему оценки надежности, охватывающую все общество. Нужно совершенствовать механизмы поощрения законопослушных и добросовестных граждан, так и механизмы наказания, кто нарушает закон и утратил доверие, чтобы человек просто не осмеливался потерять доверие. Все вы, наверное, слышали по прессе, как началась антикоррупционная борьба, скажем, с коррупцией. Серьезно, Сидин Пин к этому подошел. Началась борьба с так называемыми и, как это говорят, и мухами, и лисами, и тиграми. Это означает разные категории чиновников. То есть высший эшелон, средний эшелон и те, которые сбежали за границу вплоть до этого. То есть, идя дальше, последовательно, что мне нравится в китайцах, они тестируют сначала, выявляют ошибки, идут следующий шаг. То есть в 2014 году был создан план создания системы социального кредита, который, документ этот подчеркивал необходимость наказания для владельцев фабрик, загрязняющих, окружающую среду, а также коррупционеров. То есть начали в основном с бизнеса. Ну, проблемы с бизнеса действительно были, экологию мы все слышали проблемой и так далее. То есть суть это объединение на единой интеллектуальной платформе разнородных данных о гражданах страны, ну и о компаниях. Сегодня мы говорим о гражданах только, с возможностью их накопления, обработки и систематизации, что позволит оценить кредитноспособность населения. Основная задача Госсовета, ну вот как они, цель этой программы, чтобы оправдавшие доверие пользовались всеми благами, а утратившие доверие не могли сделать ниша, ответственный государственный комитет по развитию и реформам. То есть в принципе это бывший советский, ну назовем госплан. Тех, кто помнит, может быть. Значит, очень коротко. Все данные, собранные в провинциях, стекаются на единую национальную платформу обмена данных. Это своеобразный информационный блок, предоставляющий массив гетерогенной информации, содержащий наиболее полное сведение о гражданах материкового Китая, ну и иностранных компаниях, китайских и иностранных компаниях. Значит, что касается структуры самих системы общественного доверия, то государство поступает очень просто. Она дает на аутсорсинг это частным фирмам. Не пользование данными, а разработку системы. И в данном случае за разработку системы взялись 70 разных пилотных систем. Потом государство тестирует, какое из этих систем наиболее востребовано и пытается интегрировать или пригласить к разработке единой системы, что было сделано. Основные постулаты, которые были определены, вы видите, централизм, модульность, единство подхода к созданию системы и возможность тиражирования системы. Я буквально одно слово скажу, что централизм подразумевает разработка централизованной архитектуры системы, то есть поступление информации идет сначала снизу вверх, потом принимаются там решения на основании этой информации и транслируются вниз ключевые решения по тому, что собственно с этой информацией делать. Значит, модульность понятная вещь. Далее единство подходов к созданию информационной системы, то есть чтобы все компании, которые функционировали, действовали по единым стандартам, то есть это предполагает единый язык программирования, утвержденные стандарты разработчиков-операторов, протоколы обмена коммуникации. Ух. Так, значит, давайте лучше к примерам. Ой, много примеров. Вот, допустим, я вообще хотел примеров 10, но, наверное, только один какой-нибудь. Выберите какой-нибудь один. И поскольку у нас… Давайте вот самое последнее. Партийная школа при коммунистической это. Поскольку мы затронули борьбы с коррупцией, то вот, например, уделяется особое внимание партийным функционерам. Например, была создана такая система «Умное красное облако» с помощью технологии искусственного интеллекта, методов обработки больших данных, анализируется, ну и аккумулируется сведения на каждом чиновнике. Посещаемость партийных собраний, образование, семейное положение. Система будет сопоставлять данные о доходах чиновников и их затрат. Ну понятно, что если у человека больше затрат, чем доходов, то возникают вопросы коррупционных составляющих. На основании этих данных анализируется активность в социальных сетях, в том числе и поддержка коммунистической партии. Ну не то, что партии, а решение партии. Мы немножко по-другому говорим. У меня отношение к партийной системе, китайское немножко другое. Кто знает, сколько в Китае партий? Восемь. Просто люди иногда удивляются, поскольку в основном мы читаем западные источники, поэтому преломление все-таки существует. Я тут иногда, меня называют с одной стороны, что я продвигаю китайские идеи, а потом, когда знакомятся, говорят, нет, ты продвигаешь что-то на антикитайские идеи. Я просто пытаюсь быть сбалансирован. Итак, в конце, так вот, итак, черные списки, человек, которому вы звоните, и даже вплоть до того доходит, это вот по вот этой системе, что, например, на совещании на партийном было принято решение, что с 2020 года, то есть с этого года, публиковать черные списки руководящих партийных и государственных работников. И если вы, например, в Шанхае звоните человеку, который в черном списке, то и связываетесь с ним, то автоматизированные информаторы, ну это робо, как называют, робобаба у нас называют, так не очень красиво, сообщают, что человек, которому вы звоните, находится в черном списке, в системе общественного кредита и не вызывает полного доверия. Представляете, да? Вот вы позвонили там с лайфа или там с МТС, и вам такое сообщает, как бы вы себя чувствовали. Значит, разработчики. Давайте дальше. Очень разные кейсы. Это Байхэ, это пользователи сайта знакомств, то есть собирают данные. Значит, Алибаба, это понятно, вы слышали, сервис, например, более 400 миллионов тоже собирает данные и анализирует, например, кто по 10 часов в день играет на компьютер и считается неблагонадежным. А те, кто регулярно покупает подгузники, вероятно, ответственные родители, да? Да, кстати, сейчас с коронавирусом, очень серьезная ситуация. Вот эта система помогает бороться с ценами. Цены очень поднялись на маски, идут штрафы аптек, и мы помогаем тоже масками. Ну, вы слышали, наверное, читали. Мы, я имею в виду, Беларусь. Система в действии. Верховный суд, опираясь только на одну из систем, вот видите, да, санкции. В 2015 году, в 2017 уже 7 миллионов и так далее. Пострадали. Не пострадали, то есть были приняты какие-то меры. Насчет вот, может быть, я остановлюсь отдельно на кейсе. Совсем недавно партийным работникам стало необходимым прочитывать на своем планшете или телефоне определенные партийные документы. То есть это ему баллы. Ну, то есть у каждого, то есть он прочитал 15, там балл. Два документа, там балл. Я просто с ними, ну, постоянно езжу. Я там 6 лет жил и постоянно езжу туда раз 5 в год. И, получается, я смотрю на них, говорю, а чего вы вот постоянно в карман это дергаетесь и смотрите, и опять пойдут. Он говорит, а если мы перестанем как бы читать, да, то вот эти баллы нам не начисляются. То есть он якобы читает, положил в карман, потом взял, дальше пролеснул, опять положил в карман. Ну, то есть есть, да, значит, ну вот трясущийся человек, который приходит устраиваться на работу. Ну, тем не менее, проблемы, да, в Пекине. Разные подходы на местах пока что. Это установление рейтингов этих, унификация их, вот этих KPI будет на следующем этапе. Сейчас это все тестируется. Разработчики выбраны, основные сейчас 8 уже, которые в каждой из своих систем предлагает свои новшества. Далее, ну, факторы, учитываемые при подсчете рейтинга, будем считать, что мы их тоже поняли. Это одна из систем. Значит, до 2021 участия в китайской системе добровольность, 21 года станет обязательно. Каждая компания и каждый житель материкового Китая будет отслеживаться и оцениваться этой системой в режиме реального времени. Тут речь не идет об отслеживании, тут скорее мониторинг все-таки. Дальше. На технические моменты. Да, есть технологии идентификации, разные технологии. Там генетическая идентификация, физиологическая отпечатка пальцев, цифровая. У каждого китайца есть так называемый шинфэнджен. Это замена нашего паспорта или вот такая карточка, в котором код уникальный. Этот код привязывается ко всем абсолютно сервисам. То есть вы там в Вичате что-то покупаете, ну неважно, в магазине что-то покупаете, но все ваши транзакции проходят через это. То есть сейчас, если взять там Пекин, то очень много магазинов, где не принимают налички вообще. То есть вы не можете оплатить, не владея там, например, Вичатом, программой или другими Alipay. То есть просто отправляют. Вы не можете. Технологии видеонаблюдения, о которых вот сейчас говорили. Вот вы видите топ-10 городов мира по числу камер видеонаблюдения. Лондон, который упрекает за то, что он там за всеми следит, он находится только где-то на шестом месте. И среди 10 городов, 8 это китайские города по количеству камер видеонаблюдения. Последний раз я когда в Пекине шел в метро, я насчитал 20 камер, пока дошел там 100 метров и спустился в метро. Ну, с другой стороны, я как-то не говорю о том, что это там что-то страшное, за мной следят, потому что это везде и повсеместно, и все к этому привыкли. Но не только из-за этого. Потом немножко, 3 минуты расскажу. Госсовет. В 2017 году план искусственного интеллекта. Об искусственном интеллекте тут можно отдельную лекцию говорить, да. Значит, технологии это создать интеллектуальную систему предупреждения преступлений и контроля за общественной безопасностью, да, путем сбора всех данных. Вот обратите внимание на вот эту фразу. Нужно использовать искусственный интеллект для предсказания и предотвращения еще не случившихся таких преступлений. Можно делать вполне достоверные прогнозы о возможных преступниках и наладить потенциальные источники нестабильности. Вот это как смотрят на Западе. Вот это как смотрят на Востоке. Видите, в чем разница? Вот это характерные картинки. То есть система, по мнению Китая, это гармония, благополучие, это братство, единство, это путь к успеху. Система, по мнению Запада, это сплошной оруэлл, назовем так. Тем не менее, в чем разница? В США контроль над судцем децентрализировано и осуществляется транснациональными корпорациями. В их же интересах эти интересы часто расходятся с национальными интересами, часто вступая с ними в острую конференциацию. В Китае контроль над обществом осуществляется централизованно государством. Этот контроль ведется в интересах государства и государственных субъектов хозяйствования. Тут не говорится в интересах личности, тут говорится в интересах государства. В этом-то вся и разница. Значит, две основные причины, почему китайское общество относится толерантно к системе. Первое. Основные принципы общественного кредита глубоко укоренены в китайском менталитете и традиции госуправления. Это связано с конфуцианством, связано с иерархичностью и другими вещами, и менталитетом. Второе. Китай достаточно хорошо подготовлен к внедрению технически. Сегодня ни одной другой социум в мире не интегрирован в свою национальную цифровую систему, так как китайское общество. Big Data Европы сейчас находится в США. Big Data Китая находится в Китае. То есть идет сейчас стремление, тренд к локализации своих данных. И в Беларуси тоже самое, и в России вводится там национальная система. Китайцы заведомо изначально, очень давно определили, что нет, это наше, мы будем это оберегать. Хотите, приходите у нас, устанавливайте сервера и развивайтесь здесь. Тем не менее, давайте вот посмотрим на ситуацию. 2 июля 2019 года подписано постановление МВД о единых технических требованиях к программному обеспечению. И здесь вот есть ряд… Я вам сейчас прочитаю. Значит, сейчас мы уже заканчиваем. Можно еще 2 минуты? Или уже все? Да, может быть, какие-то вопросы интересуют, потому что, видите, здесь очень много материалов. И хочется все, да не хватает всегда времени. То есть если говорить о системе, которая у нас, прежде всего модуль автоматического распознавания лиц, который должен круглосуточно обнаруживать, определять и распознавать лица в видеопотоке в режиме реального времени. Предусматривается поиск похожих людей по фотографии как из базы данных, так и полученной из камеры видеонаблюдения. Предусмотрено также одновременное распознавание нескольких субъектов и так далее. То есть в принципе разворачиваются системы у нас подобного же рода. Может, мы об этом не совсем знаем, не общаемся, на эту тему не обсуждаем, но тем не менее. Вывод. На сегодняшний день. Любое действие как человека, такая организация в цифровом обществе неизбежно оставляет информационный отпечаток или информационный след. За социальное доверие, против социального доверия, пункты. Я, может быть, перешлю, кто-то ознакомится дальше. Есть вопросы к социальному доверию, есть вопросы ко мне. Спасибо. Будьте добры, туда микрофон. Добрый день. Такой вопрос. Социальный рейтинг, получается, передается по наследству. Грубо говоря, дядя Мао, который вышел на протест в Гонконге, протестовал. У него социальный рейтинг обрушился, и этот социальный рейтинг обрушился у его детей. То есть дети не могут поступить в ВУЗ, либо в более престижную школу. Я правильно понимаю? И да, и нет. С одной стороны, вы привели пример Гонконга. Гонконг все-таки одна страна, две системы, там действуют свои особенности. Поскольку данная система на сегодняшний день, она предполагает привязку к идентификатору китайского. То есть она не распространяется. Если вы 10 лет в Китае бы жили, вам бы тоже выдали бы вот этот, и оно бы распространялось на вас. Это первое. Второе, если вы говорите просто по наследству на материковом Китае, то да, сын отвечает за отца. Поэтому и отец начинает соответствующим образом, скорее всего, вести себя так, чтобы ребенок получил образование хорошее, школу, детский сад, школу, какие-то привилегии. Потому что привилегии можно, ну, тысячу и одну привилегии придумать. То есть, например, в сельской местности это, допустим, какие-то купоны и скидки на масло, или доступ в кинотеатр и так далее. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Как долго можно потратить времени на то, что не будет? Вы, как я уже слышал, времени опросывался, на какое время у вас не потратили? Есть уже… Есть документированные… Да, это, кстати, очень такой классный вопрос, потому что, как правило, он такой часто звучащий от многих экспертов и людей. Скажу так. Есть вот кредитный рейтинг, с которого начиналось. Это выдача кредитов. Это банковские, это деньги. Он регламентирован. То есть, если вы попали в черный список, blacklist, то вам нужно ждать там два года, даже если вы стали добропорядочным, для того, чтобы получить новый кредит. Это касается этого. Если это касается просто кейсов, где вы перешли дорогу, вам минус, вы бегите быстро, садите деревья, облагораживайте свою территорию, занимайтесь благотворительностью и тут же вам поднимутся рейтинг. То есть, нет ничего такого страшного в том, что… То есть, вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что насколько… Дело в том, что сама система предполагает, что вам будут об этом извещать. Но в каком виде вам будут извещать, что такой-то гражданин, ну не Иванов, а Ван, значит, перешел не там или не так дорогу. И кому они будут говорить? Только вам или это будет всем? Дело в том, что есть приложение, в котором вы скачиваете и видите вокруг всех этих нарушителей. И вы их там обходите стороной. То есть, вот этот вокруг вас как локатор, знаете, вот так вот. Как локатор вы видите всех нарушителей и попасть в этот список не очень хочется. Более того, есть схемы, когда в городах развешиваются эти фотографии, потому что для них сохранение лица – это чрезвычайно важно. В этом есть курьезы часто с иностранцами, которых вывешивают за провинность, например, в общежитии, а они думают, о, классно, я популярный, давай еще там пиво пить. Почему бы нет? А они не понимают, почему не работает. Потому что менталитет другой. То есть они увидели свое лицо, это чрезвычайно стыдно. Значит, надо уплатить элементы. То есть эта система завязана чисто на Китай. Поэтому не стоит ее, во-первых, воспринимать так, что она будет у нас работать. Во-вторых, если мы элементы ее берем, то мы берем для нашей специфики, для нашего восприятия. Все-таки мы не Китай. Это такой развернутый. Вопрос. Вадим, спасибо за… Я здесь, доклад. Значит, два маленьких вопроса. Первый. Ты сказал, что вот эта система, она начиналась с системы скоринга выдачи банковых кредитов. Да, да. Насколько я понимаю, системы скоринга, они в мире все больше начинают поддаваться государственному регулированию. То есть когда-то начиналось там с какой-то внутренней политики банка, потом выходит на национальный уровень, и сейчас во многих странах эти вопросы тоже начинают регулировать законодательно. Это так? Или скоринг, он все-таки банковский скоринг, но он остается делом банков или банк каких-то консорциумов банков? Я думаю, что эти две системы, ну или там несколько систем, они будут интегрированы в одну. То есть одно будет зависеть от другого. То есть и, скажем, кредитный рейтинг ваш, если вы, ну вот, по скорингу, если вы взяли и не отдали банку, то есть вы там в черном списке, еще здесь у вас упал, значит, ваш рейтинг. Что касается, ну, такого тренда влияния государства, ну, да, он есть. Спасибо. Это даже не касается Китая. Это просто общий тренд. И второй, ты говорил, что в Китае, то есть в отличие от Запада, проведение этой политики осуществляют государственные компании. Но в то же время ты показал на слайде 8 IT-компаний, которые по факту являются провайдерами этой политики. Так все-таки в Китае проводят это госкомпании или это вот эти IT-компании, или эти IT-компании являются и госкомпаниями тоже? Вот смотрите пример. Вот у нас, допустим, Министерство экономики заказывает какой-то проект. Она же не может его сделать. Она все равно отдает там или в парк высоких технологий или какой-то компании объявляет тендер и выдает ее, как правило, частникам. Ну, или государственной структуре. И в данном случае здесь я не вижу какой-то такой… Все-таки государственные компании есть… Ну, есть государственные компании в Китае. Это понятно. Есть еще очень небольшой такой нюанс, который бы я вам хотел сказать. Дело в том, что если 1% государственных активов находится в частной компании, то она считается государственной в Китае. То есть не 51%, а 1%. И тут достаточно тяжело и сложно, потому что если большие компании, как там Tencent и так далее, то там всегда идет еще и руководство по партийной линии. И после прихода товарища Си Динпина вот руководитель и парторг, они поменялись местами по главенству. То есть на сайтах, если вы зайдете до 2012 года, до 2013, там и после 2013, то фотографии поменялись. То есть роль партии усилилась на настоящий момент. Поэтому говорить о том, что вот есть государственная, а есть негосударственная в Китае тяжело. Действительно тяжело, поскольку… Вы знаете же про черную кошку, да, тенсиалпиновскую? Что неважно, какого цвета кошка, белую или черную, главное, чтобы ловила мышей. Так и поступают, что… Главное государственное частное партнерство. Если это работает, если это эффективно, если это практично, почему не отдать это частникам? И давайте последние два вопроса. Добрый день. Дякую за доклад. Я тут. У меня пытание чисто практичного характера с правом тем, что я просрочил паспорт и не хочу я его менять, да? Вот я хочу побыть вот крыхуанархистом и поглядеть, как это працую в нашей державе. И недавно я оформил ремесленничество. То есть вот с просроченным паспортом, да? И мне интересно, на сколько я могу подобные деньги заработать в Китае? То есть вот я просрочил там картку, паспорт, там вообще есть срок годности, я кинем, типа на эти рэши? Или, ну, и колье она просращивается, да? Какие у меня махшимости? То есть я потом зусим выпадаю из системы, да? То есть я там диссидент, маргинал и все остальные? Или же я больше-меньше могу там тусоваться и не шторопить? Дякую. Во-первых, за вами же закреплен сейчас индивидуальный номер. Ну, в паспорте у вас был же номер, да? Он остается, несмотря на то, что паспорт, он там потерян, утерян или там вы не выходили на связь и были в коме. Там не знаю. Но у вас есть индивидуальный вот этот номер, который вам закрепляется на всю жизнь. Он не меняется, правильно? То есть какая разница, у вас есть эта бумажка или нет. Что касается практики в Китае, вот я просто про Беларусь. Я не совсем понял, насколько вот это критично, анархизм это здесь будет работать. Но в Китае, например, будучи вот я как иностранец там жил, допустим, ну бывало так, что я там в полицейский участок нужно было по изменению места жительства приходить там в течение там суток. Ну сначала три сутки, там сутки, да? Вот. А я бывало так забывал и там проходил там месяц, например, да? Вот. Ну приходилось договариваться. Но обычно они лояльно относятся, они понимают, что ты иногда включаешь, знаете, как это у нас, веник, как называется, да? Или, ну включаешь, я финн будон, там не понимаю ничего, что у вас тут написано. Вот. И они обычно идут навстречу. То есть, но все эти регламентированы. То есть, если вы месяц просрочка, если у вас виза, например, вы там 500 юаней каждый день. То есть вы там на 10 дней 5000 юаней. Нет, это не взятка. Это имеется в виду... Ладно. Вот эти уже вопросы, я думаю, можно уже оставить для кулуаров. Спасибо. Очень интересно. Я чуть позже зашел, может я пропустил ответ. Хотел спросить, вот про наказание, как они работают. Вот общее понятно, а вот, например, наказание нового дня, вот допустим, нового дня, вот мэр Ухани, он, например, сейчас там подозревается в том, что он недостаточно активно работал с проблемой. Или, например, какие-то китайские люди, которые проникли сквозь там санитарный контроль, уехали куда-то, а у них, например, диагностировали вирус. Вот они как наказываются в рейтинге? С как бы существующими правилами? Или там добавляются каждый раз какие-то новые-новые вызовы? Ну, апдейты, смотрите, я тут не договорил, может быть, что есть три уровня индикаторов. Первое – это основные базовые, которые везде, по всему Китаю. Второе – на уровне провинции. И третье – это на локальном местном уровне, где-то в уезде и так далее. То есть вот если проблема эта касается чисто города, Уханя, то там будут действовать свои вот эти вот меры. Соответственно, если необходимо это, то они внесут это. Но вот вам простой пример. В Гонконге запрещают, в связи с событиями, запрещают ношение масок. С другой стороны, если вирус идет, сейчас вы обязаны носить маски. То есть как эта система будет действовать? Она вас снимет баллы или добавит? То есть есть вопросы, конечно, они очень оперативно решаются, но… Отлично, спасибо. Мы уже немного перебрали время для нашей дискуссии. Сейчас мы расходимся на такой перерыв на 20 минут. Есть возможность пообедать за донейт, есть возможность выпить кофе. В общем, до встречи через 20 минут. Если вы вдруг возьмете кофе и, например, пойдете в криптобар узнать немного больше о своей цифровой безопасности, это будет отлично. Точно так же у нас там есть фотопроект Digital Twin. Очень рекомендую повнимательнее его посмотреть.